Мне, конечно, очень трудно заниматься тем, что мне не профильно, да? То есть я про автомобили вам могу объяснять много чего интересного, покушать могу. Но вот так, чтобы про текстиль вообще не въезжал бы ранее, если бы не посмотрел качество. Потому что те вещи, которые вы покупаете по дешевке, они, как правило, все низкого качества и, как правило, это синтетика. То есть потом вы просто простываете, потянете там, в общем, это дискомфорт какой-то. Я запретил своим родственникам покупать что-либо, кроме хлопка. За исключением, ну, толстого, по ним я просто с ума схожу. Куда надо ехать за такими вещами? Ну, естественно, на обыкновенных рынках вы такое не купите, потому что там продается та самая синтетика за копейки. Хорошие вещи продаются здесь, на вокзальной 3, дробь 9, к фирме МакТекс, текстиль для дома. Да нет, дорогой, крепись. Если освоил три десятка профессий, то найдешь нужные слова и о тканях. Будет тяжело. Но надо как-то с позиции дилетанта разжевать нужные вещи. Как, к примеру, о том, что существует экологически чистое постельное белье, неоплавливаемые шторы, комфортные подушки и одеяла. Словом про то, о чем мужик понятия не имеет. Но чем с удовольствием наслаждается под чутким вниманием матери, жены или бабушки. Это они-то доки. А нам и не понять, что? Человека, по сути, окружает много одноразовых вещей. Ну, хлопчатобумажных. Или, к примеру, хлопчатобумажные салфетки или туалетную бумагу. То есть она кончается, естественно. Но если мы говорим про вещи более надежные, типа постельное белье, так сколько оно может служить? Ну, пять лет это максимум. Потом стиральная машинка из него делает лохмотье. Или оно просто и стирается. Потому что мы же на нем лежим. У вас возникает вопрос, а где купить-то белье новое? Казалось бы, проблема решается легко. Во всех торговых центрах есть отделы с постельным бельем. Но тут вот отгадайте с трех раз, кто это постельное белье покупает. Закупает для магазина. Человек, который 11 лет своим лицом дрожит? Или тот, кому надо что-то вам впарить, втюхать? Так вот, подумай, сделайте выбор в пользу вокзальной 3.9. Все-таки 11 лет на рынке. И даже то, что в упаковках высочайшего качества. А вот это телевидение передать сложно. Тут вам не игра цвета или краски. Это пощупать надо и почувствовать, и сравнить с другим качеством. Ну, чтобы было совсем просто. Из сотен постелей, отелей, отличных и разных, я могу вспомнить только несколько. В коих постель действительно радовало мое измученное тело. Здесь же, выбрав материал по вкусу и приятному тактильно, можно заказать свою любимую и такую домашнюю постель. Ну и теперь, мужики, скунсы, для вас совет. Ну и для меня в том числе. Как сэкономить семейный бюджет? Это очень просто. Представляете, у вас супруга здесь купила вот такую великолепную простыню. Ну, здесь много чего можно выбрать. И через некоторое время простыня уже становится не такой блестящей, не такой красивой, не такой мягкой. Это все потому, что вы перед сном не моетесь. Мне тут рассказали, в чем секрет-то. Вот в наш. Наше свинство такое человеческое. Надо все-таки дать себе время и полчаса в душике провести. И тогда то, что куплено, раз, здесь, из вот такой наиплотнейшей ткани, прослужит достаточно долго. Так что, оказывается, семейный бюджет разрушает не только женская вседозволенность, но и мужское разгильдейство. И дайте все-таки возможность тратить на новые вещи. Мы же определились вроде с понятиями бренности всего сущего. Закрома за кромами, а если что-то износилось, то разумнее и правильнее купить новое. Мне тут мама достает вещи, которым по 30 лет, и говорит, это все нормально. Пользуйтесь. Бабушка покупала советское. Вот, скажем честно, по-моему, хлопчатобумажные изделия в складских помещениях, типа ваш чулан или чумодан, не могут храниться долго. Потому что они также набирают все те ароматы, которыми закрома снабжается в больших количествах. То есть антимоль и все остальное. То есть старые вещи, даже если они новые, это все-таки старые вещи. Так зачем же экономить, лазя по складам ваших бабушек, когда в действительности вещи-то стоят дешево. То есть 64 рубля, 110, 110. Ну и то, что вообще супер премиум качество, 187. При этом, если вы решили сэкономить, то здесь же вам сошьют именно ваше постельное белье. И по жуткому секрету сообщу. Халаты, детские вещи, одеяла и подушки здесь тоже по смешным ценам, в сравнении с теми, что стоят в торговых центрах с дорогущими бутиками. Конечно, это радует, что здесь, на территории бывшего овощехранилища, процветает народный бизнес. То есть все рассчитанное на вас, умеющих тратить, считая и понимая, для чего это вам нужно. И особенно порадовало открытие для себя лично, да и для вас, этого правильного и экологичного магазина для здоровой семьи. Ну и завершение. Про то, как грамотно экономить. Потому что, если вы себе заказываете постельные принадлежности, то нет смысла брать метражом и потом уже ненужные вещи вышвыривать. Потому что здесь 11 лет люди шьют постельное белье, набивают наволочки. В общем, реально экономят вам деньги. Хотя есть и вещи, которые вы просто покупаете готовыми. Но опять же, зададимся вопросом. А если хочется что-то индивидуальное и свое, то тогда выход только в вокзальное 3.9. МакТекс.